Федя Стэдди разродился альбомом. Альбом, кажется, называется Поле Чудес. С него вышел один клип, поэтому мы сегодня с вами послушаем клип с треком и заглавный трек альбома. Это вы выбрали, я тут вообще не при делах. Вы сказали, что вы вот эти вот вещи хотите больше всего. Но кадр первый же очень напоминает кадр из клипа... Вот почему не завожу себе друзей, кажется, назывался. Я не помню, но он был у меня в топе клипов 20-го или 21-го года. 21-го, наверное. Не помню, как назывался, но вот там была очень похожая локация просто. Все в синем свете. Выглядит, как будто будет классический, мрачный, разъебный Федя Стэдди. Та его ипостась исполнительская, которую я больше всего люблю на самом деле, которая мне ближе всего, которая, как мне кажется, ему лучше всего удается. Шахматы на полу валяются. Респект. А, меня нет он назывался. Да, меня нет он назывался. Точно. Спасибо. Давайте, бро, посмотрим полностью, потом разберем. Воу. 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 звучанием, делал условный какой-нибудь не хочу произносить фамилию никнейм Перокинезис, но артист такого формата, который про голос, про себя, то он бы голос поднял очень сильно над инструменталом и это бы работало. Это было бы неплохо. Но Феде хочется, чтобы инструментал получил свою долю внимания. Электроника кайфовая, очень качево, очень разъебно, очень агрессивно. Вот этот надрыв, болезненность, над треснутость, все то, за что мы Федю Стэдди на самом деле любим, оно здесь звучит. На мой вкус, можно было бы немножко голоса, но Федя, как продюсер, хочет дать музыке позвучать. По тексту есть очень интересные моменты, по крайней мере с первого прослушивания, сейчас мы еще раз будем слушать уже по тексту. С первого раза четыре момента я точно себе отметил, которые такой... Но, наверное, финальный вывод мы все-таки с вами сделаем, когда текст разберем составляющие, тем более здесь удобно. Спасибо за субтитры, Федя сомневался в нашей способности снимать текст на слух, поэтому добавил клипу субтитры. По видеоряду очень коротко скажу, это селфмейт клип из разряда «Сними себя сам». Одна локация, несколько ракурсов, динамичный монтаж, все замешано на артисте, его харизме, его движениях. Это нормально, хуевоко есть только такие клипы, но у Федя есть не только такие клипы, у него есть и клип с нормальным видеопродакшном, а такие клипы скорее просто номинально, типа, ну надо какую-то видеоработу, чтобы подкрепить. Лучше такая видеоработа, чем никакой, тем более она довольно стилевая по цветам, она неплохо передает атмосферу и энергетику. Да, здесь нет большой команды, здесь скорее всего вообще нет команды, я думаю, что вся команда этого клипа это один-два человека. Но лучше так, чем никак. Вот, это первое впечатление. А теперь будем практически построчно, потому что там есть прям интересные моментики. Отчего меня немножко подглючивает, но это вопрос вкуса, я такое не очень люблю. Вот у нас стандартная картинка с соотношением сторон 16 на 9, такая темная, зашумленная очень сильно, потому что в условиях недостаточной освещенности снята. Такая прям грязная. А потом она перебивается с... Кадром 4 на 3. Я понимаю, что это рамка, что это оверлей наложенный. Ну вот какой-то перфекционист во мне в этот момент возбухать начинает. Да, значит, он здесь отдельно акцентированно показывает на фонящий телек абсолютно, где, кстати, что происходит. Не могу, не узнаю кадр. Как будто там не случайный кадр какой-то фонит на телевизоре, но мы этого не узнаем. Что заигрались, ищу в куплетах смысла, что не ищут на экране, бомжов на ступенях жизни, мы все шли и умеряли. Кто-то видя смысл в числах, кто по фану, никто нас не спасает, потому что мы не тонем. Дели габа в лоб, один взрываю на балконе. Ну ты же видел, буквально рядом с собой, почему этот путь плохой. Не надо так, дети, делать. Это большая ошибка. Это неправильно. Вот этот ракурс, где камера лежит между шахматных фигур, вот это прикольно. А учитывая, что Федя стоит между белым конем и белым ферзем, то мы можем сказать, что Федя наш слон. Вот, здесь момент, его бы можно было пропустить, но он еще после этой строчки добавляет акцентный вопрос. Врубаешь? Вот такие вот эйрбэки в основном так строят. Они призваны подчеркнуть, вот эта строчка важная. Вот это врубаешь, оно ставит акцент на строчке, после которой идет. И эта строчка. Смены короля не будет, если там не двинут кони. Я не знаю, надо ли такие вещи расшифровывать. Наверное, для многих надо. Весь трек пропитан болью, безумием и вот этим вот ощущением неправильности от происходящей сейчас жизни. То есть многие, я видел у меня в чате, писали, и... Ну, я не могу полностью абстрагироваться. Я видел, что писали, что Федя Стэдди раздал на альбоме политики. Ребят, окей, вот специально для таких комментаторов. Политика, сука, неотъемлемая часть жизни. Федя Стэдди здесь читает не о политике. Он читает здесь о жизни. Просто то, что происходит вокруг нас, в том числе с точки зрения действий правительств, действий силовых органов, сука, влияет на жизнь. И влияет на восприятие. Понятно, что, как и многие артисты, живущие в России, каких-то вещей сказать прямо Федя, либо... Ну, я не могу сказать, не может, он может, но боится или не хочет по тем или иным причинам. Поэтому все, что я здесь говорю, это исключительно моя шиза. Автор ничего не хотел сказать. Я здесь додумываю, интерпретирую, потому что вот у меня такая вот голова специфическая. Здесь речь идет об эмоциях. Здесь речь идет о эмоциональных состояниях, о трудностях и о жизни, которая происходит. А то, что жизнь и эмоциональное состояние миллионов людей наебнулись в результате действий политических акторов, это уже следствие. Поэтому люди, которые пишут, что Федя Стэдди раздал политики на альбоме, вы специфические. Ну, если по этой логике смотреть, то вы просто буквально живете в политике. Потому что убрали ли у вас в подъезде, если там кто-то насрал, это политика. Нашли ли вы где припарковаться у торгового центра, это тоже политика тогда. Вот. Ну и понятно, что все это завернуто в шахматную метафору. Да, смены короля не будет, если там не двинут кони. Проще говоря, в свержение власти в России какими-то методами извне Федя Стэдди не верит. Он склонен считать, что путинский режим закончится в силу естественных причин. Не могу сказать, что я прям сильно с этим не согласен. Скорее всего, да. Другое дело, можно эти естественные причины как-то поторопиться, потому что уже немножко, ну, зае. Вот тут не выкупил. Я помню, был в моем детстве, в моем подростковом возрасте такой персонаж, как Влад Кадони. Но тут, видимо, какой-то панчлайн. Тут, кстати, на телевизоре новости появились. Был какой-то такой чувак, звали, кажется, Влад Кадони, но у меня вообще ни одной ассоциации на это имя нет. А, ну вот, под эту строчку и появляются новости на телеке. Да, окей. Я знаю, что нет лучшего расклада, как Кадони. И пусть нам говорят, что верить телеку нельзя. Я возродился в своей клетке, ведь такое видел в клоне. Все мы... Возродился в своей клетке, понятно. Есть суперпопулярный сериал «Клон», там, 200 с хуем серий. У меня жена его смотрела, я только поэтому знаю. Но второй смысл, понятный, на поверхности. В условиях несвободы, в условиях скованности ты вынужден переизобретать себя, и если у тебя это получается, ты обретаешь какой-то новый набор выразительных приемов. А, Влад Кадони участвовал в битве экстрасенсов. Вот этого я уже не помню, ну тогда понятно. Тогда понятно. А вот тут вопрос. Вот тут вопрос, потому что я понимаю, что это связано с азиатской мифологией, но еще у одного значимого в карьере Феди Стэдди человека был трек «Они». Все мы просто дети, что уверовали в «Они». Тут можно прям 586 теорий притянуть к этому. Но дохуй с ним, это явно неопределяющее в рамках трека. И снова акцент. Он не просто проговаривает эту строчку, он еще добавляет вот это ударное «Ты понял?» на дисторшине. Опять же, ставя смысловой акцент. Еще одна акцентная строчка. Пока над моим домом пролетает беспилотник, я молюсь за души тех, кто слушает мои альбомы. Абсолютно специально, без каких-либо уточнений, с максимальным обобщением. Он, видимо, планирует еще давать концерты в России. Но посыл понятен. Как я со своей больной головой считываю эту строчку. Война уже докатилась. И до Питера, и до Москвы. И этого будет больше. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Вот строчка Феди Стэдди. Пока над моей головой пролетает беспилотник. А беспилотники прилетают по России регулярно. И будут прилетать чаще. Он молится за тех, кто слушает его альбомы, независимо от того, где эти люди находятся. В Украине, в России, где угодно. Ну вот тут даже важнее вот этот кадр. Потому что ровно на словах уехать, но не на недельку. Отсылка к суперхиту Комарова. Вот это взвешивание постоянное, постоянное разделение. Жить в клетке и как-то существовать в условиях тотальной несвободы. Или собрать свою жизнь в два чемодана и уехать, попытаться рискнуть начать ее заново. Тем более, что сейчас, в 2024 году, у тебя перед глазами уже сотни примеров. И тех, кто уехал, и у них получилось. И тех, кто уехал, и у них не получилось. И они обосраны и вернулись назад. Видя все вот это, понимая, что можно и не вывести, а можно и не справиться. Конечно, это рождает миллион мыслей на тему собственного будущего. И вот этот кадр с чемоданом, подчеркивающий, о чем идет речь. Домскроллинг. О, такая штука. Полное говно. 0 из 10 никому не советую. Пол страны в интернет-психотерапии, это, увы, правда. И вот сейчас в России несколько миллионов силовиков. А когда война закончится, война закончится в любом случае, вопрос в том, когда и какой ценой. Когда война закончится, России понадобится столько же миллионов психиатров, психотерапевтов, людей, которые умеют работать с ПТСР. Потому что последствия этого, блядь, разгребать и разгребать. Слушайте, сейчас офтоп, ну, вы знаете, жанр моих реакций на какие-то значимые работы, это послушать трек, немножко разобрать, что там в треке, а потом пространные рассуждения, на какие мысли меня навело прослушивание. Есть такая популярная мысль, она в Твиттере, кажется, форсилась. По поводу того, что, вот представьте, мы все это с вами преодолеем, и когда все это закончится, какие же пиздец мощные котята мы с вами будем. И я, конечно, не хочу, ну, как бы, в малинник срать людям, но вы же понимаете, что нет. Что когда все это закончится, мы будем пизданутые, наглухо травмированные котята с посттравматическим синдромом, которые не понимают, как жить нормальной жизни. Мы базара нет, мы научились выживать в пиздеце. У кого-то, пиздец, абсолютно беспросветный, в основном это люди, живущие в Украине, потому что над ними буквально смерть летает каждый день. У кого-то ад более безопасный, но от того не менее мучительный. А представьте себе, что бац, и всего этого нет. А ты уже нахуй сломан, ты уже нахуй травмированный человек. Вот как из этого вылезать? Я вот не разделяю этого оптимизма, что если мы это преодолеем, мы будем вообще пиздец сильные. Нет, мы будем сломанные нахуй. Мы будем просто искалеченные люди, которые пытаются вписаться в нормальное общество, в нормальный, вообще в нормальность, но далеко не у всех получится. Просто, опять же, мы с вами часто разгоняем здесь про ментальное здоровье, про важность слежения за своей кукухой. Вот подлость, жестокость и неправильность всего происходящего еще и заключается в том, что война – это длящаяся травма. То есть, бывают травмирующие события, ну, не знаю, у тебя на глазах произошло что-то ужасное, там, не знаю, ты увидел, ты маленький, впечатлительный, ты увидел, как машиной котенка переехала. Это травма. Для кого-то очень глубокая. Но эта травма вот случилась, закончилась, и ты, в принципе, можешь начинать с ней работать. Война – это длящаяся травма. Это травма, которую тебе наносят каждый день. Лечить ее невозможно в момент, когда это обновляется день за днем. День за днем ты получаешь новую травму. Поэтому, ну, вот, я стараюсь довольно внимательно к своей кукухе относиться в этом плане. Я, в том числе, со своим психотерапевтом об этом разговаривал. И мы оба сошлись на том, что пока идет война, с этим нельзя ничего сделать. Вот сейчас эти травмы будут копиться, копиться, копиться. Это все закончится. Новые травмы перестанут поступать каждый день. И только после этого, долго, печально и, скорее всего, безрезультатно, мы будем прорабатывать ПТСР. А пока что наслаждаемся. Я не умер, меня убило. Это вроде фраза Гуфа. Я ее видел на мемах, но вроде это фраза Гуфа. Ну, следующая строчка подтверждает, что, скорее всего, это вот что-то из тех времен, если мы слушали это в школе. Федя плюс-минус мой ровесник. А когда мы учились в школе, как раз народ заслушивался группы Центр. Поэтому есть предположение, что тут есть какая-то связь. Ещё один акцент. Сейчас многие рэп-звёзды, наркоманы, которые казались крутыми, лежат по рехабам и собирают свою растерзанную психику по кусочкам. И мне, ну, нихуя не по кайфу за этим наблюдать. Вспоминая строчки Феди из первого куплета «Береги себя, блядь». И что ему не по кайфу, то что им манипулируют из чувства ностальгии. Это может быть, кстати, много кому адресовано. От тех самых всяких медийных звёзд, которыми он заслушивался в детстве, которые сейчас превратились в просто скатившихся торчков и жалкой копией самих себя. До фанатов, которые всё ещё тыкают и ерепеньят Федю на предмет «А когда вы соединение с Андреем», «Совместные альбомы», «Туры» и всё такое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну шо? Ну шо? Как многие песни, она не про что-то. То есть, ну вот, ответить на вопрос «Про что песня?» Это вообще очень дебильный вопрос, типа «Про что песня?» Песня выражает эмоциональное состояние в моменте. Эмоциональное состояние у Феди Стоди, как у автора, ну вот такое. Нервозное, довольно агрессивное, в том числе аутоагрессивное. Он огрызается, он сопротивляется. Вот это перефраз известной строчки Оксимирона «Вокруг только тернии, 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 блять, когда уже звёзды». У Феди он чуть-чуть по-своему, но очень вызывает неконтролируемые ассоциации. Песня «Очень в моменте». То есть, это вот из тех песен, послушав которую, там, лет через пять, если что-то нормализуется к тому моменту, может быть, вспомнить, блять, а мы ведь в этом жили. А помните, вот это было пиздец с жизой. И я думаю, Федя сам к этому будет так относиться лет через пять. Это зафиксированное в моменте эмоциональное состояние. Это вот из чего состоит сейчас моя жизнь. И дальше обрывки. То есть, кусочек, 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 кусочек. Это не цельное повествование о чём-то. По крайней мере, оно таким не воспринимается. Это набор хайлайтов эмоциональных состояний, различных вспышек. В основном негативных, ну, потому что времена такие. И крамольную вещь скажу, но вот в этом настроении Федя себя чувствует, как рыба в воде. Вот он гиперорганичен в этом. Да, тут справедливо в комментариях отмечают. Я тоже заметил это, что очень созвучны строчки. Над моим домом пролетает беспилотник, и я засыпаю под жужжание колыбельной. Вот жужжание — это очень характерное слово. Да, они у меня тоже сметчились в мозгу при прослушивании. Я забыл обратить на это внимание, но вот вы сейчас написали. Я такой, а, ну да, мне тоже так это слово жужжание проассоциировалось. Ну вот такие вот... Это же на сколько ебанутое время мы живем, что вот это вот джиза. Субтитры сделал DimaTorzok